Микробиология и инфекции Микробиология и инфекции В чем преимущество и в чем смысл, в чем принцип устройства таких ламинарных боксов? Он обеспечивает защиту как оператора, микробиолога, так и внешней среды, лабораторной среды От загрязнения потенциально опасными биологическими объектами, то есть патогенными микроорганизмами, которые могут присутствовать в патологическом материале За счет чего это достигается? Это достигается за счет системы вентиляции внутри бокса Которая устроена таким образом, что при открытии фронтальной стенки создается поток воздуха, образующий воздушную завесу Благодаря которой микроорганизмы изнутри камеры не могут проникнуть наружу Равно как и снаружи, внутри камеры тоже не могут проникнуть потенциальные контаминанты В верхней части бокса расположены фильтрующие элементы, хипофильтры, через которые проходит воздух, содержащийся внутри камеры То есть воздух, если он был загрязнен каким-либо микроорганизмом внутри камеры, проходя через хипофильтры, проходит очистку Таким образом, внутри постоянно циркулирует стерильный воздух За счет чего достигаются практически стерильные условия внутри камеры ламинарного бокса Нужно обратить внимание на то, что от интенсивности потока, воздушного потока, зависит то, насколько эффективны защитные свойства бокса Для того, чтобы сохранялась эффективность ламинарного бокса, периодически проводятся поверки ламинаров В ходе которых измеряется скорость и интенсивность этого воздушного потока, которая должна соответствовать определенным нормативным показателям Итак, сейчас мы с вами откроем защитную стенку При этом раздается звуковой сигнал И когда стенка занимает оптимальное положение, звуковой сигнал прекращается Если в силу каких-либо причин ламинарный поток воздуха в ламинаре будет нарушен, то также раздастся звуковой сигнал Если же мы попытаемся перевести защитное стекло ламинара в более высокое или более низкое положение, которое отличается от заданного, также раздастся звуковой сигнал Таким образом защитное стекло устанавливается в строго определенном положении, обеспечивающем оптимальную циркуляцию воздуха Если мы поставим ландоль, мы почувствуем, что здесь циркулирует воздушный поток, благодаря которому и создается защитная завеса Итак, если нам поступил на исследование образец патологического материала Мы помещаем его внутрь камеры ламинарного бокса и все дальнейшие манипуляции проводим внутри камеры Бокс оснащен розетками, к которым подключается необходимое микробиологическое оборудование, в частности вортекс Для перемешивания образцов и любые другие лабораторные приборы Хочу отметить, что пользоваться традиционными спиртовыми или газовыми горелками в ламинарных боксах не рекомендуется Потому что создаваемый поток будет вызывать колебания пламени и эффективно простерилизовать многоразовый инструмент у вас не получится Собственно, в этом и нет необходимости Обычно все манипуляции проводятся с помощью одноразовых инструментов, не требующих стерилизации Однако, если вы пользуетесь все-таки многоразовой микробиологической петлей и у вас возникает необходимость ее простерилизовать Для этого применяются инфракрасные стерилизаторы, в которых нет открытого пламени Кроме того, в боксе все отработанные материалы В ходе наших манипуляций мы помещаем специальный пакет для потенциальных биологически опасных материалов Которые после работы мы автоклавируем По завершении работы, когда закончены все манипуляции Мы закрываем защитные стеклобокса И включаем бактерицидные лампы для проведения дезинфекции Вот они зажлись Ну что ж, таковы основные принципы функционирования ламинарного шкафа Продолжение смотрите в следующих выпусках Подписывайтесь на канал Микробиологии Инфекции Спасибо, до новых встреч Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!